Стреатуми крыс с нокаутом гена, кодирующего дат. То есть у нас снова медиаторные системы продолжаются. Пожалуйста, 15 минут и 2 минуты на вопрос. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. И уже зачитали название моего доклада, но в большей степени он будет методологическим и каким-то продолжением предыдущего доклада. Собственно, про нейромедиаторные системы говорят и будут говорить сегодня еще очень много, поэтому тут приведены некоторые цифры с известного всем ПАБМЕДа за последние 10 лет и количество статей по гутамату 55 тысяч, по дофамину 48, по гамма-наминомасляной кислоте 29 и по серотонину 35. Удивительно, что дофамин вызывает яркий интерес и в этот момент я радуюсь, что я не занимаюсь гутаматом, потому что там вообще можно было бы закопаться. А с дофамином... Дофамин вовлечен действительно во многие патологии. На слайде представлены только те, которые, наверное, наиболее изучены. Причем и недостаток дофамина, и избыток дофамина может приводить к негативным последствиям. К тому же у дофамина достаточно очерченные функциональные тракты, что делает еще более привлекательным его изучение. Как мы понимаем, диагностика со временем улучшается, качество лечения тоже все идет вверх. И остается вопрос, что действительно измерять дофамин на ранних стадиях было бы достаточно интересной и необходимой задачей. Собственно, методы измерения дофамина ин вива уже давно придуманы. Один из них это микродиализ, когда в голову крысе интегрируется конюля, подается синтетическая жидкость со скоростью примерно 1-2 микролитра в минуту через полупроницаемую мембрану. Действительно, интерцеребральная жидкость матрикс собирается в пробирку, после чего чаще всего сейчас она анализируется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Но разрешающая способность этого метода достаточно низка, потому что нужно достаточно долго накапливать материал для последующего анализа. Следующей ступенью, если можно так назвать, стала вольтемперометрия, которая часто используется на переживающих срезах, на тех самых слайсах, которые толщиной примерно несколько сот микрон. Они считаются еще несколько живыми, и тут главную роль выполняет углеродный электрод. Он является и регистрирующим, и стимулирующим. Что происходит при вольтемперометрии? Мы опускаем электрод в интересующую нас область, подаем определенное напряжение, допустим, для изучения дофамина, это от минус 0,4 до 1,3 вольта. После чего в этой области дофамин окисляется, и ток, который создается при этом, регистрируется этим же углеродным электродом. То есть это такой электрохимический детектор, который есть в ВЖХ, только на месте, и который можно действительно применять к еще живым тканям, к переживающим срезам. Но так как этот метод все же тоже несовершенен, токи, создаваемые окислением дофамина, достаточно малы. А метод предусматривает разность. То есть мы вычитаем от стимуляции базовый уровень. И так как ток маленький, мы не можем его засечь. Поэтому используется чаще всего стальной электрод, стимулирующий электрод, который вызывает стимуляцию определенной интересующей нас зоны, после чего ответ в регистрирующей зоне гораздо выше. И тем самым, когда мы берем ответ после стимуляции, вычитаем из него базовый ответ, мы и получаем тот ток, который пропорционален концентрации дофамина. Отояду немного в сторону. В нашей лаборатории была разработана поведенческая установка, которая моделирует любую виртуальную среду для поведенческих экспериментов, если можно, видео. То есть мы можем менять освещение, мы можем создавать градиент этого освещения, мы можем включать различные звуки на различной громкости. Также в нее интегрирована подача воздуха для того, чтобы можно было исследовать стресс. Также используется шапка-передатчик. Можно видео тоже. Вот вы можете видеть сверху или снизу. После операции, собственно, на череп крыси интегрируется платформа, с которой она может жить до двух месяцев. Крепится некий передатчик, с которым она себя абсолютно спокойно чувствует и достаточно быстро к нему привыкает. И с помощью него раньше мы могли измерять уровень наклона головы в двух плоскостях, могли измерять скорость, смотреть на координаты перемещения, соответственно, из этого выводить различные поведенческие паттерны, такие как активность, вертикальная активность, общая активность. Также с помощью этого мы могли измерять, депектировать электроэнцефалограмму. И в какой-то момент нам пришла идея, а почему бы нам с помощью этого передатчика еще бы и не измерить дофамин? Прямо у спокойно, свободно ходящей крысы. Тогда действительно к этому передатчику были приделаны электроды. Регистрирующий электрод – это все то же углеволокно толщиной 7 микрон. На данном слайде вы видите острый опыт, когда крысы зафиксированы. Стимулирующий электрод мы вставляли в вентральную блость покрышки, регистрирующий электрод мы вставляли в стриатум. И тем самым могли смотреть, например, действия различных форемокологических веществ. Сразу встает вопрос, если вы что-то регистрируете, какой-то ток, с чего вы взяли, что это дофамин. Для этого мы использовали стимуляторы дофаминового всплеска. И теперь разберемся, что же можно увидеть на наших картинках. Данные картинки по оси Х откладывается время, по оси У откладывается напряжение от минус 0,4 до 1,3 и опять до минус 0,4. Данное напряжение 0,640 соответствует окислению дофамина. И наиболее яркая, наиболее светлая зона, это как раз и есть окисленный дофамин. И ему будет соответствовать, соответственно, восстановленный. И мы видим, что через 25 минут после введения стимулирующего вещества дофамин даже по контрасту стал гораздо ярче. Его трансмиссия стала гораздо дольше. Но если переводить это все в цифры, то мы видим, что в покое регистрируемый ток был около 2,3 нанампера. После введения вещества он стал 6,5. И, соответственно, длина всплеска была около 2 секунд, стала около 8. В журналах обычно привозят несколько иные картинки. Они очень любят почему-то их размазывать, но это то же самое. То есть мы видим достаточно длинный всплеск дофамина. То же самое, что было на предыдущих слайдах. Сейчас вы можете увидеть, как это происходит в реальном времени. Запустите, пожалуйста. Вот он сигнал, который подается. Вот оно напряжение. Здесь мы видим передвижение крысы. А здесь мы можем смотреть на окисление дофамина в онлайн-режиме. Естественно, у нас не какая-то магия и волшебство, оно все накапливается, сигналы маленькие. То есть мы только после обработки данных уже можем говорить о каких-то цифрах. А тут так же самое. Чем светлее зона, тем более окисленный дофамин, тем больше ток. На крысах Датко у нас проведены были эксперименты только с самостимуляцией. Это крысы с нокаутом генокодирующего обратный захват дофамина, транспортер Датко. И на них эти стимуляторы дофамина действуют в обратном смысле, можно сказать. То есть, например, в открытом поле после введения данного вещества крысы, у которых обычно стереотипичное поведение, которые не могут остановиться и даже что-то начать исследовать, они останавливаются, они могут подойти за 5 минут к паре норок и ведут себя крайне пассивно. Здесь можно видеть, что до введения вещества самостимуляция достаточно частая. После же введения вещества самостимуляция становится реже. Триггером для стимула является, что крыса поднимает свою голову от 0 до 38 градусов, после чего из гипоталамуса подается сигнал в гипоталамус, ну, соответственно, в наш центр удовольствия. Здесь можно увидеть эту карту стимулов, то есть по крысе они были сняты все полностью. И после введения вещества мы видим, что количество стимулов явно снижается. Ну и хотелось бы, конечно, при такой стимуляции увидеть результаты по дофамину, но, так как было вначале сказано, это метод разности, то есть мы вычитаем из какого-то стимула базовое значение. Когда постоянно идет стимуляция, самостимуляция, то дофамин выделяется регулярно. Если мы вычитаем его друг из друга, то до выхода мы, к сожалению, получаем 0. Из выводов можно сказать, что данная система действительно подходит для исследования отложенных воздействий на дофаминологическую систему. И большим ее минусом является невозможность снимать базовое значение дофамина, а возможность только после какой-то достаточно большой стимуляции. И как раз сейчас, основываясь на результатах наших западных коллег, вот буквально прошлогодних, мы приходим к тому, к формированию собственной системы, несомненно, которая будет позволять измерять тот уровень дофамина, который есть вне каких-либо воздействий. И были сделаны, проведены действительно 24-часовые опыты и с крысами ДОТКО, и с контрольными крысами, которые очень хотелось здесь представить, но, к сожалению, они получились настолько разнородными, что никакую статистику пока оформить не имеет возможным. И я благодарю Роуля Радикова-Чега Индинова за предоставленных нам еще первых самых ДОТКО-крыс, которые позволили достаточно много изучить дофаминологическую систему, поставить различные опыты. И благодарю вас за внимание. Нина Сергеевна, большое спасибо за доклад. Интересное начало, интересная методика. Есть ли вопросы? А можно тогда, я тоже спрашиваю. А вот интересно, само наличие такой вот конструкции на голове, оно как на дофамин? Ей тоже как-то это, так сказать, всплеск эмоций. К сожалению, измерить без этой конструкции не имеется возможным, поэтому... Но в остром опыте, когда у нас шапки нет, а просто есть электроды, конечно, все ярче, но у нас есть возможность эти электроды по глубине несколько лучше сделать, чтобы был лучший сигнал. А в хроническом опыте, конечно, такого нет. Поэтому тут очень много факторов. Регистрация дистанционная, да, у вас все это? Да, абсолютно. То есть в этой бочке, я зачем ее показала, у нас крыса находится, и по Bluetooth-каналу мы все регистрируем. Отлично, спасибо. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Давайте тогда будем переходить к следующей.